Фонтан на пути. Порыв на водоводе оставил жителей городской пятиэтажки без воды почти на целый день. Двухкилометровое русло. В ходе ремонта улицы Воронково рабочие заменят ливневую канализацию, а на одном из отрезков построят с нуля. Зеленая стена памяти. В преддверии юбилея победы лучшие курсанты Двуху высадили возле училища новую аллею. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие минуты. В эфире новости города. Здравствуйте. Жители пятиэтажки на улице Пролетарской 134 накануне оставались без водоснабжения до самого вечера. Причину они могли ли созреть прямо из своих окон, из люка на проезжей части улицы Мухина бил гейзер. От настоящего не отличишь. Гейзер образовался. Это у нас Мухина Пролетарская. Появление фонтана высотой в несколько метров спровоцировал большой груз. Под его тяжестью деформировался и просел канализационный люк. В результате повредился водовод. На то, чтобы устранить дефект, коммунальщикам потребовалось три часа. Перекрывать магистраль полностью для этого не стали. Поставили вокруг колодца, ограждения и дорожные знаки. Они есть там и сейчас. Свежему бетону, который залили на месте установки нового люка, нужно несколько дней, чтобы схватиться. Жителям пятиэтажки коммунальное благо вернули накануне вечера. Отопительный сезон Благовещенский завершился. Соответствующее постановление подписала мэр Валентина Калита. Впрочем, похолодели батареи только в жилых домах. Социальные учреждения, больницы, детские сады продолжают отапливать. Отключать от тепла их будут по заявке в энергоснабжающую организацию. А через неделю, 12 мая, в городе стартуют гидравлические испытания. Они продлятся три дня. Благовещенцы на это время останутся без горячей воды. А с 14 числа объекты теплоснабжения и коммунальные сети начнут готовить к предстоящей зиме. За лето коммунальщики планируют заменить порядка двух километров тепловых сетей и произвести их капитальный ремонт на почти 30 участках. Больше двух километров ливневой канализации заменят в этом году вдоль улицы Воронково. На участке между Студенческой и Василенко ливневку предстоит построить с нуля. Ее здесь никогда не было. Поэтому проезжую часть регулярно топила во время проливных дождей. Какие еще метаморфозы произойдут на Воронково в рамках проекта «Улица Победы» сейчас расскажем. Много лет между 10 и 12 домами на Воронково был укатанный газон. Жители двух девятиэтажек парковали на нем свои авто. Теперь же заехать сюда не получится. Место готовят под укладку усиленной тротуарной плитки. Обходя стороной молодые елочки, высаженные здесь местными жителями пару лет назад. Старые насаждения не пострадают. Сейчас мы производим здесь работы. Тротуар здесь будет и в дальнейшем обустроим газон. Тротуар будет два метра. Это в ширину. Всего же на участке улицы Воронково от Новотроицкого шоссе до Тепличной, это больше двух километров, уложат порядка пяти тысяч квадратных метров плитки. Заменят и дорожное полотно. За исключением отрезка от Студенческой до Кантемирово. Там 240-метровый участок отремонтировали в прошлом году. Нынче укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона, который использует Влаговещенский второй год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», начнут только после того, как заменят ливневую канализацию. Сейчас процесс пока на стадии подготовки котлована под трубы большего диаметра. Прежние, по словам специалистов, были забиты на 50 процентов, что, по всей видимости, и мешало оттоку воды после проливных дождей, из-за чего этот участок микрорайона топило. Новые коммуникации протяженностью почти 2 километра 800 метров проблему подтопления решат. А вопрос с нехваткой мест для авто разрешат две новые парковки. Одну обустроят возле областной больницы, другую в районе перинатального центра. Завершить реконструкцию Воронкова планируют к 31 октября. На все работы уйдет 172 миллиона рублей. Продолжаем. Точную причину смерти пенсионерки из Тынды пока не называют. Напомним, медики подозревали у женщины коронавирус, который выявили у пятерых ее соседей. Сегодня в Преамуре 106 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки прирост составил 8 человек. 16 полностью выздоровели. 90 амурчан продолжают лечение. По словам специалистов, больше половины заразились новой инфекцией в семье, оставшиеся по пути следования из других регионов. Чаще всего в поезде. Число контактируемых лиц выросло до 827. Все они находятся на карантине или в изоляторах. В ближайшее время Роспотребнадзор планирует увеличить объемы исследований. Студенты-медики будут проходить практику в отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом. А полицейские начнут соблюдать кодекс служебной этики. Это небольшая часть новшеств, которые принесет россиянам последний месяц весны. Подробнее в нашем дайджесте. С 1 мая студентов-медиков будут отправлять на практику в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19. Совместное решение приняли Минздрав и Министерство науки и высшего образования России. С начала мая банкам запретят взымать с физических лиц комиссию за быстрые переводы по номеру телефона. По решению Центробанка бесплатными станут переводы до 100 тысяч рублей. Кодекс служебной этики разработали для сотрудников органов внутренних дел. Стражи правопорядка отныне будут воздерживаться от жестких действий и резких высказываний в адрес правонарушителей в присутствии женщин, детей и пожилых. Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны закончился раньше, в довузовских образовательных организациях 30 апреля, в вузах 5 мая. Заплатить штраф от 500 до 3000 рублей придется за потерю или уничтожение военного билета. Такой же суммой рискуют и те, кто не явился по повестке на призывной пункт или медкомиссию. Алена Лепкалова, программа «Город». Городской и Первомайский парки планируют начать работу в июне. Оба места отдыха готовы к приему посетителей на 80%. Точная дата открытия места отдыха станет известна после снятия всех ограничений, связанных с эпид-обстановкой. Сейчас специалисты заканчивают убирать листву и мусор, накопившийся за зиму. Идет мелкий ремонт, покраска урн, лавочек, санитарная обрезка деревьев. Специалисты проявляют исправность аттракционов после полугодового простоя. Обновляют и подкрашивают. Карусели готовы полностью. В Первомайском парке в этом году вновь откроют живой уголок. Кроме того, руководство парка совместно с бизнесменами готовят ряд благотворительных акций. Планируем провести совместные мероприятия, акции. Работать будем с детскими домами. С нашими предпринимателями мы готовим благотворительные акции, связанные с аттракционами и с детскими домами, которые будут наших детей катать на всех аттракционах парка. 75 саженцев еле высадили у стен двоку курсанты училища. В рамках международной акции сад памяти. По всему миру участники этой акции планировали дать жизнь более чем 20 миллионам деревьев. В Логовещенске из-за эпид ситуации массовой посадки не получилось, однако военные от идеи не отказались. Кто впервые примерил роль садовода и почему не все курсанты смогут ухаживать за новой аллеей, узнаете из сюжета. Этот саженец еле привезен из Бурейского района пустит корни за сотни километров у стен военного училища. И вместе с семью и десятками сыродичей через несколько лет образуют еще одну зеленую стену. Выпускник двоку нынешнего года Владислав Васильев скорее всего этого не увидит. Однако саженец в лунку обускают с большой заботой. Дерево садит впервые, как будто оставляет на малой родине частичку своей души. Во всяком случае я за ним просто не успею ухаживать, потому что выпуск у меня через три дня и буквально через неделю я уже уезжаю на новое место службы. А хотелось бы? Конечно. Возводить сад памяти доверили выпускникам, отличникам и медалистам двоку. Вместе с ними трудились и волонтеры Победы. Среди них сорганизатор акции Алена Грицан. На ее счету это уже десятая акция по высадке деревьев. Волонтерство образ жизни Алены. А еще она ландшафтный дизайнер, поэтому каждому растению знает подход. Помнит и свой первый клён. Это было очень волнительно. Я потом к нему еще и приходила, навещала. Это было как раз-таки позейское возле дома ветеран, дома престарелых ветеран. И как раз-таки мы, когда мимо проезжаем, я еще останавливаюсь, смотрю, как оно там растет. То есть это всегда волнительно. Украсят территорию возле двоку еле обыкновенной породы. До двух метров дорастут примерно через 10 лет. Деревья очень неприхотливые. Однако есть риск, что часть саженцев до осени не доживет. Осенью, получается, когда сейчас пройдет летний период времени, ближе к осени, здесь уже можно будет посмотреть, какие деревья прижились, какие деревья засохнут. То есть те деревья, которые засохнут, надо будет их, конечно, удалять и в осенний период времени подсаживать новые елочки. Шефство над новой аллеей возьмут на себя нынешние и будущие курсанты двоку. Этим и обусловлен выбор места. Свежая посадка будет под надежным присмотром военных. Алена Лепкалова, Денис Лугов. Программа «Город». Узнать судьбу своих родных пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны пожелали почти полторы сотни амурчан. 144 заявки от них поступило в Ассоциацию пожилых людей в рамках проекта «Память». Его, напомним, проводит благотворительный питерский фонд «Поступок». Первые девять папок с копиями документов были вручены благовещенцам еще в феврале. В торжественной обстановке это сделал мэр областной столицы. Сейчас ответы получены по 120 заявкам. Но в связи со сложной эпид-обстановкой решается вопрос о передаче сведений. Возможно, к этому подключат волонтеров. Если вы тоже хотите узнать боевой путь пропавшего родственника фронтовика, отправьте заявку на электронную почту проекта. Это все, о чем мы успели рассказать. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, присылайте свои истории и фото-видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго. Оставайтесь дома. Встретимся в эфире. В четверг, 7 мая в Благовещенске утром все небо в облаках. Воздух прогреется до плюс 14 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 4 метра в секунду. Днем он значительно усилится и в порывах будет достигать 13 метров в секунду. Потеплеет на 4 градуса. Небольшой дождь. Вечером он продолжится. Плюс 15. Сильный южный ветер. Ночью он сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. Столбики термометров остановятся у отметки плюс 10. Пасмурно. Возможны осадки. Дымка. Атмосферное давление в эти сутки будет нестабильным. Преимущественно низким. 742 миллиметра ртутного столба. Берегите себя. Оставайтесь дома. Евгений Ерюмин. Поэт, музыкант, кандидат филологических наук. Родился 12 июля 1963 года в Благовещенске. Окончил 11-ю школу и попытался поступить в педагогический институт на историко-филологический факультет. Не вышло. Поэтому решил попытать себя в области кулинарии и пошел учиться в техникум советской торговли. Окончив его, долгое время работал в ресторанах Благовещенска, но попыток получить профессию педагога не оставлял. В итоге все же поступил в БГПИ на специальность учитель русского языка и литературы, где впоследствии работал преподавателем. Волос я носил длинные с детского сада, потому что у меня как-то вот было с парикмахерской всегда какие-то вот такие отношения на «вы». Вот. В школе всегда были проблемы у меня, потому что тогда же вот там было что-то один сантиметр над духом вот так вот было, да. И вот, конечно, когда школа закончилась, вот оказалось, что все, теперь можно никогда не стричься. Мы снова вместе, мы снова рядом, пусть немного не те, но ведь мы это мы, мы каждое лето сверяем взгляды, что лежат в холодильниках с прошлой зимы. Один раз даже в техникуме сельской торговли случилось такое, что как-то на 23 февраля, как-то вот в результате вот этих разговоров, там кто самый, хайраты, там прочее, ну вот тоже там. И меня вот на слабо друг поймал, вот слабо подстричься. А мы тогда же не просто там волос длинный отпускали, тогда была мода химзавивки, перманент, так вот. Вот все как там Роберты Планты такие, Джимми Хендрикса, вот, ну то есть такие кучерявые такие ходили. Вот, и я подстригся на лысо и пошел вот, ну то есть да, такой был уговор в парикмахерскую. И женщина, она буквально в парикмахерскую, она вот смахнула слезу, говорит, такой волос, вот девчонкам бы, что в армию, сынок, забирают. И я, у меня, все равно, чуть слезы не погоди, главное, и не в армию вроде бы даже. Вот, и, а на следующий день у нас был экзамен, я должен был представлять торт, то есть и меня не выпустили. Потому что, ну тогда, там, в 82-м году, лысый человек, этот человек мог быть только или в армию уходящий, или на 15 суток попавший. Ну, как бы, ну и третий вариант такой, скажем, такой неактуальный, там, какой-то вшитом или... Нам говорили, что в мире реально, лишь то, что реально. На ощупь и взгляд, но так ли нормально, когда все нормально, и порой мы не верим в то, что нам говорят. Мы сняли маски, а нас не узнали, мы их снова надели. Стена так стена... Поступал, но тогда было очень сложно поступить, на исторический поступали только отличники и люди с кристально чистой биографией. А мы, так сказать, занимались рок-н-роллом в молодости. Вот, всякие были у нас такие, не совсем с точки зрения биографии такой, подходящей для студента историко-филологического факультета. Ну, а потом, вот, как-то волею судеб, когда я уже отработал много лет, в ресторанах, вот, как-то так получилось. В который раз я поступал уже на исторический, и в который раз не поступил. И вот декан филологического факультета, историко-филологического факультета Нина Петровна Шенкевец, она, вот я ей очень за это благодарен, она собрала всех парней, которые не поступили на исторический факультет, и к себе забрала. Дубинушка, о! Силеная сама пойдет! Они никогда не прекращались, в принципе. Каждый раз, вот, какие-то новые мотивы появляются в этом движении. И вот сейчас, мне кажется, как раз очень и очень продуктивное такое творческое время, когда, ну, люди уже, вот, там, истинный вкус нового времени почувствовали, да, и музыканты, и зрители, и слушатели, когда уже присытились, можно сказать, вот этими каверами многочисленными, когда, собственно, музыканты стали такими рабами на галерах, вот, за что боролись, на то и напоролись, вот, и появилась некая такая форточка. Опять вспомнили просто о квартирниках, как о таком месте, где музыка может быть откровенной, близкой, без какой-то позы, без каких-то вот таких блестяшек.